Сейчас у нас будет тренинг. Когда был в Киеве, там была очень обстановка такая. Люди хотели духовного знания. Эта страна попала под влияние жёсткой судьбы. Организаторы, которые пригласили меня, я съехал в машине с ними, спросил, у вас есть знакомые, которые погибли? Они на меня посмотрели и сказали, что уже есть. То есть уже есть у них люди, знакомые, которые погибли в войне или в результате влияния войны. Когда я приехал в Киев, там этот тренинг был очень востребован. И всю лекцию я посвятил только молитве. Люди слушали необыкновенно, с большой концентрацией. В это время, когда человек попадает в тяжёлую, тяжелейшую беду, его внутреннее понимание, что молитва — это главное в жизни, становится очень ясным и чётким. У них нет никаких сомнений, что именно это выход. И поэтому этот тренинг мы проводили целых три часа. То есть мы повторяли, я желаю всем счастья. Потом анализ проводили, потом ещё раз и так далее, пока люди не были удовлетворены, что они понимают, что делать. У нас здесь мы сейчас всего 15 минут, этим мы посвятим времени. Но тем не менее, попытайтесь разобраться в этом во всём, изучайте это глубоко. Это самое главное в жизни. Это будет просто аналогия. То есть мы будем повторять, я желаю всем счастья. Потому что такое повторение является очень нужным для этого мира, очень востребованным. На этой земле жил очень возвышенный человек, который часто приезжал в Ригу, его звали доктор Ветров. И я знаю, что здесь в Риге много-много лет назад он провёл такой тренинг. И люди собрались, по-моему, 2000 человек где-то собрались, и они повторяли на санскрите эту фразу, я желаю всем счастья. И повторяли, сорвей баванту сукинага. И в это время провели исследование, и оказалось, что в Риге в это время уменьшилось количество травм, несчастных случаев, авариев. Это документальный факт. То есть сделали научное исследование, и показало, что в это время в Риге жизнь стала лучше вот в этих вопросах. Так что мы можем повторить этот подвиг, чуть-чуть сделать лучше жизнь всех вокруг. Значит, метод очень простой. Надо вспомнить что-то святое, своё. Как вы уже поняли, я не только не хочу, чтобы вы обрели мою веру, а хочу очень сильно, наоборот, чтобы вы остались своей. А если у вас нет своей, то тогда найдите свою. У меня другое желание в моём сердце. Моё желание, чтобы каждый человек нашёл Бога. В этом моё желание заключается. Вспомните то святое, что вы имеете в своей вере. Ничего не нужно менять. Каждый человек уже прошёл какой-то путь к Богу. И не нужно делать резких движений. Этот путь имеет ценность. Оставьте то, что есть. Сосредоточьтесь на нём глубже. Надо понять, что путь к Богу не означает просто приходить в церковь и просто смотреть на алтарь. Этого недостаточно. Человек должен служить. Служить означает отдавать своё сердце. По крайней мере, выражать своё желание. Я хочу тебе служить. Я хочу быть таким же, как ты. Пожалуйста, дай мне возможность жить правильно для тебя. Научи меня этой жизни. Постепенно придёт знание, как действовать в сердце. Вот женщина это выражается в том, что она тепло своё отдаёт Богу, тепло своего сердца. Каждый человек почувствует, что он должен отдавать. Но для того, чтобы всё было правильно, нужно повторять «Я желаю всем счастья». Потому что тот человек, который не желает всем счастья, не достоин служить Богу. Это единственное условие, которое даёт возможность сердцу настроиться правильно. Если ты хочешь, чтобы все были счастливы, тогда Бог примет тебя, как своего слугу. Не хочешь — не примет. Только одно условие — не иметь врагов в своей жизни. Никого. Ни русских, ни американцев. Никого. Не должно быть врагов. Я желаю всем счастья. Всем без исключения, людям на земле. Вспомните что-то святое, кого-то святого. Кланяйтесь к святому. Чувствуйте эту святость в своём сердце и отдавайте её другим. Таков путь победы над судьбой. В процессе этой передачи вы сначала почувствуете спокойствие в сердце, потом будут приходить какие-то проблемы, они будут решаться, а потом вы почувствуете победу над своей судьбой со временем. Даже можно просто повторять «Я желаю всем счастья» по утрам. Вот так. Мысленно кланяться святому. Но лучше повторять молитву в своей вере, которую ещё надо найти многим. Если вас не устраивает на русском, повторяйте на латышском. «Я желаю всем счастья». Разницы никакой нет. Можете на сонскрите повторить. «Я желаю всем счастья». Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастья.